я обычно как-то своими словами но здесь цитата поэтому я не работаю для небольшой горстки музыкантов и несчастных маргинально настроенных любителей современной музыки кому просто созвучны скрижащие звучание авангардной современной музыки автор цитаты композитор павел карманов павел здравствуйте добрый вечер специально чтобы ничего не исказить ох ну в общем что придется отдуваться теперь значит за сказанные глупости как это часто бывает в жизни любого творческого человека добрый вечер павел карманов здесь с вами очень приятно отличная компания теплые вечерок хорошо вступление неплохое принято а вы когда сочинете музыку вы знаете кто кто ее будет слушать широкий человек в широком смысле этого слова но обезображены печатью как некоторого интеллекта как мне хотелось бы но и без интеллекта тоже можно нормально ну просто я знаю что вы пишете музыку для кино для телевидения для рекламы в общем ну везде где где ее просят то есть это вы в основном работаете на заказ или это просто одна из сторон вот вашей работы вы знаете по разному бывает ну конечно скорее всего чаще всего работой на заказ потому что не хватает на то что вне заказа уже времени и сил наоборот это время можно аккумулировать как-то и что-то отдыхать но в основном это все таки заказ это заказы либо исполнители либо может быть фестивалей или каких-то институций каких-то ивентов интересных и просто людей вот сейчас уже у нас есть инициативы чаще появляющиеся поддержки композиторов таких как я и и круче чем я значит вот некими специальными грантами заказами в частности недавно был отличный проект русская музыка 2.0 это в центре мейрхольда я боюсь сейчас переврать подробности но вот был заказ для 6 или 7 композиторов наших коллег прекрасных самых лучших я слушал трансляцию это было очень круто особенно мне запомнился товарищ алексей сысоев гражданин наш в общем нашего сообщества вот я немножко отвлекся видимо от них каких-то тем наших передать нет у нас нет определенной темы но я могу чуть-чуть сузить например чуть-чуть сузить разговор рядом с вашим именем часто стоит слово минимализм как стиль музыкальный правильно ли это ваше ли это вот сегодня стоит значит пусть будет в действительности понимаете вот эта моя любовь так называемому минимальному музицированию их минимализм музыки это такая узкая вещь потому что мы в общем стараемся мыслить более широко какими-то общими более категориями чем вот узкий минимализм уж не говоря о том что я в общем не являюсь каким-то особенным концептуалистом и не выдумываю формулы и иду всегда от каких-то эмоциональных вещей и минимализмом я пользуюсь как краской как неким методом иногда написания а потом как бы когда ты занимаешься минимализм это найти такое музыкальное монашество громко звучит но тем не менее это в общем как бы так ты себе не разрешаешь очень многие вещи сужаешь как бы знать на круг своих возможностей и вот этим минимумом ты пытаешься достучаться до очень больших вещей как раз именно поэтому минимализм часто бывает над миром как бы вот в сюжете в картинке в кино и поэтому филипп глаз своими вот над мирными какими-то арпеджио и аккордами заставляет нас думать выше чем вот мы эти ходим по земле ами минимализм музыки также нужно понимать как минимализм других видах искусства например не знаю а в архитектуре или в дизайне где просто в комнате очень мало предметов самоограничение это вот видимо свойственно разным вариантом минимализма в разных областях искусства но в музыке это совершенно особое явление я бы не стал это как-то соотносить с кубизмом с малевичем я не думаю что это как-то связано это конструктивисты были связаны понимаете больше на лист это скорее такой человек обращенный к тайм-лэйпсом призрастающих каких-то мхов которые вот быстро быстренькие растут и мы в общем скорее не горестих человеческих страстях там и прочих вещах скорее таких вот над мирных божественных вещах я почему привел пример я не попытался сравнить это с изобразительным искусством потому что там понятно там просто малое количество предметов на какую-то единицу площади да а в музыке наверно так невозможно расставить ноты далеко друг от друга и получится минимализм ну что вот нет конечно но ты расставляет инструменты где могут могут где угодно в огромном пространстве джон лютер адамс наш коллега американский прекрасный вот он любит расставлять в пространстве на и не только окна и филе у нас прекрасно выступал в консерватории еще лет 20-30 назад где была пьеса из соткана из кусочков себе мульминорной приюди баха из хтк но они были в пространстве расставлены разрежены участвовали по м4 фортепиано где-то там двое сзади кто-то сбоку в общем было бы полное пространство в ракманинском зале там очень хорошая акустика как мы знаем и я исполнял там партию песка и значит песка смешной воды это был сэмплер там была специальная программа для инсоника и значит вот тут все нажимаючи пальцами мы изображались с моим приятелем песок в воду вот вместе с этим бахом замедленным растянутым понимаете на очень длительное время это к найфель это надо знать это я вам скажу это стоит очень это пример минимализма то что вы сейчас знаете я вот рассказываю правом право вот музыкальное монашество что не хотелось бы чтобы все думали что минимализм это вот то что сейчас многие называют на его классика это не совсем то я скорее минималист чем на его классик я как обычно вот к этому отношению стараюсь не иметь потому что новоклассика вообще чтобы мы понимали это стравинский прокофьев демит нам и так далее есть совершенно определенный период а сейчас происходит абсолютно подмена понятия вот прекрасные коллеги из фортепианного цеха из последователей там макса рихтера людовика и наудива прочих людей вот все эти ребята называется новоклассе мы хотя это неправильно ошибка так что давайте бросать это дурацкое слово я призываюсь я предлагаю бросить его не просто так а следующим образом чисто случайно у нас в студии оказался рояль который за моей спиной инструмент да если вы согласились бы поиграть то может быть уже какой-то более предметный разговор я скажу вам что я конечно небольшой пианист я не являюсь специально обученным человеком ну я попробую изобразить ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что это было? Это была легкая, вольная импровизация на тему музыки из фильма «Большой» Валерия Тазаровского. Про Большой театр, про балерин. А как вообще к фильму пишется музыка, пока фильм еще не сделан? Или нужно видеть все-таки готовый фильм, чтобы понять, какой... Да, по-разному. В данном случае давали уже готовый материал и готовые сцены, и под них уже, мало того, была заранее выбрана вот эта пьеса, потому что пьеса изначально в фортепианном своем изложении написана по заказу Ксении Башмет, моей большой подруге, пианистке прекрасной. Вот ей посвящена эта музыка, и Past Perfect она называется, и, в общем, она перетекла таким образом в фильм. Совершенная. 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 Совершенная некую двойную, а то и тройную жизнь. Это, в общем, довольно удачный опус, который я писал, помнится, 9 месяцев. 9. Довольно долго для меня. Бывает, иногда за месяц или за вечер что-то придумаешь, а тут пришлось поработать. Я думаю, сказали, что это импровизация, то есть, соответственно, это отличается от того, что вошло в сам фильм, а следующее отличается от этого. Я сегодня не взял ноты, и поэтому я, мол, я не пианист, и не играю эту музыку на концертах. Это играют специально обученные люди, прекрасные люди. Вот, и я не являюсь этим прекрасным пианистом, так что я играл импровизацию какую-то вольную, немножко косноязычную, приношу извинения за кривость. Во-первых, мы узнали, что такое минимализм. Ну, во всяком случае, то, что узнали, мы прикоснулись так чуть-чуть. Конечно, тут надо принести слово медитативность. Да, это должно быть, должно быть, это вообще присущие вещи не только минимализмам, многим другим стилям музыки, но здесь это во главе угла, конечно, хоть медитативность. Знаете, можно многие вещи по-разному сообщить, и очень минимально, и максимально, но вот это вот поток, еще вот минимализм хорошо характеризуется словом поток. Это течение некого стикса. Это исполняется, ну, хорошо, не именно это, вообще ваша музыка исполняется и на концертах в том числе, а не только она для чего-то, для кино, для телевидения, для театра или для рекламы. Не только. Я не знаю, как ответить, у меня много всякой разности для всего. Я вообще стараюсь, знаете, предназначение композитора, наверное, это наследить, побольше наследия оставить. При этом не в одном каком-то месте конкретном, а вот в разных. Поэтому я ужасно извиняюсь перед людьми, которых я, наверное, измучил своей активностью в Фейсбуке и Инстаграме. Ну, сейчас у меня как будто происходят невероятные подъемы в жизни и в работе, и поэтому много приходится всего постить. Выходят записи, я снимаю какие-то так называемые видосы. И, в общем, даже этим увлечен в каком-то смысле, потому что это новая такая, знаете, форма общения с людьми. Да и мы не без греха, точно. Ну, я понимаю, а я из себя вполне стал ощущать какое-то такое СМИ. Причем с разной тематикой. Вот кулинарный... Новое состояние, да-да-да, я понимаю, с прекрасным тоже... Наполнить контентом. Я вот этим-то и занимаюсь всю свою жизнь. Наполняю контентом. Стараюсь, чтобы контент при этом отвечал моему какому-то собственному внутреннему ГОСТу. Живу такую странную, ни на что не похожую композиторскую жизнь. Есть что-то, что вам интереснее? Ну, например, я вот тут сказал, что у вас и в рекламе есть работы. Есть какие-то области, которых вам интереснее? Или это абсолютно зависит от внутреннего состояния или материала, с которым вы сталкиваетесь? Ой, ну, конечно, интересны люди. Конечно, интересны художники. Страшно говорить. Это еще неизвестная, в общем-то, еще вещь. Но я сейчас приступаю, кажется, надеюсь, очень к работе с моим другом прекрасным Иваном Максимовым, мультипликатором. И, наконец-таки, он руководит целым полным метром, а не маленьким мультфильмом. И вот у нас грядет, кажется, такая большая работа. Мы уже, в общем-то, начали думать. А это всегда изобретение новых миров. Это здорово. Это тоже дорогого стоит очень. Вот, так что вот такие вещи. Вы все время возвращаетесь к рекламе, да. Мне интересно. Я занимался этим делом сколько-то там лет, вот 10, наверное, примерно лет. Но это в прошлом уже осталось. В 2008 году я вылетел из-за боймы рекламной. Почему? К сожалению. Вам надоело? Или просто реклама? Слава богу. Тут много было факторов. Реклама приносила, конечно, прекрасный доход. И, в общем-то, общение с отличными ребятами. Но при этом и короедство мозга происходило. То есть вы считаете, что это не наполняет тебя, да? Я-то как раз никакого дурного смысла не вкладывал вообще. Поначалу-то это все очень забавно и весело. Но когда это три ролика в неделю. В смысле поток, да? И к каждому вот это происходит короедство. Может, не знаю, какое слово потребить. Но, я думаю, знающие люди меня поймут. Это непросто. И, в общем, это тоже психологическая травма. Я и переболел. Сегодня этого нет. Очень хорошо. Сегодня, как и все композиторы, все всегда. Я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы была просто музыка. Просто заказ и без какого-то ориентира на сценарий, изображение, что-то еще. И так бывает и редко, но бывает и так. И, в общем... Лучше, когда не привязан. Вам лучше, когда не привязан. Получается, я сейчас хвастаюсь. Наверное, я лучше вас послушаю, потому что я сейчас наговорил много того, чего... Нет, все замечательно. Было бы стыдно говорить о таком количестве. Все здорово. Мы сделали все очень хорошо. Спасибо большое, во-первых, что вы все-таки рассказали о том, что такое минимализм. Далеко не все понимают это. Понятно, что... Я, конечно, не Владимир Мартынов. Но могу тоже сказать. В любом случае... Имею. А главное не объяснить все, а главное заводить интерес в ком-то. А это точно сегодня сделано. Поэтому спасибо вам большое. Надеюсь. Господа, слушайте. Минимализм. Не бойтесь, что там много повторов. Не волнуйтесь, что это долго длится и никак не закончится. Но это призвано. Это музыка для того, чтобы вы отбросили ненужную суету и... Медитировали. В общем, медитировали и где-то отдохнули. Вообще, я вам скажу, терапевтический эффект минимализма, он очень большой. Вот. А я, поскольку я занимаюсь только музыкой такой позитивной, мою музыку стали использовать люди в качестве такой терапии, слушают и говорят, что лечатся. Вот я думаю, что неплохо было бы организовать стартап какой-то. Вот еще один вам, значит, канал в Телеграме или Инстаграме или там лечебный. Я очень озабочен деревенской тематикой. Я стал жителем Ярославской области. Я вообще думаю строить дом. И все это будет сочетаться. Бревна таскать. И, знаете, буду написать. Самер, знаете, будет таскать. Вот такое сочетание странное. Лев Толстой, без бороды, но с бревном и компьютером. Вот как-то так. Это вам слоган для передачи. Неплохая картинка. Главное, быстро до Москвы не долетишь, поэтому уже аж приехал, то остался. У нас 200 километров. Идеальное расстояние, вам скажу. Да, чтобы и к вам без нужды никто не будет. Никто не нагрянет. Там никого нет, кроме Господа Бога. Шикарно. Павел, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, рад знакомству. Очень благодарю вас. Взаимно.